МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Полторы тысячи детей в возрасте до трех лет обеспечиваются детским питанием за два квартала текущего года. На эти цели потрачено более 14 миллионов рублей. Всего на текущий год для обеспечения детей бесплатным питанием из регионального бюджета выделено порядка 27 миллионов рублей. Здравствуйте с обзором главных событий этого дня в студии Надежда Литкова. Госдума приняла в третьем чтении закон о телемедицине. Он регулирует возможности организации медицинской помощи и консультации пациента или его законного представителя врачом с применением телемедицинских технологий, дистанционного наблюдения за состоянием здоровья пациента после очного приема. В документе отмечается, что пользоваться телемедициной необходимо соблюдением требований, установленных законодательством в области персональных данных и соблюдением врачебной тайны. Законопроект о телемедицине внесли в Госдуму в мае этого года. Главная идея закона – легализовать телемедицину, придав ей тем самым импульс для развития. Во втором чтении депутаты подготовили к законопроекту 20 правок, запретив в частности врачам дистанционно до очного приема ставить диагноз и назначать лечение. Вступление закона в силу планируется с 1 января следующего года, после одобрения Советом Федерации и подписанием главой государства. Несмотря на отсутствие федерального законодательного регулирования, в Ненецком округе телемедицина развивается с 2002 года. По оценкам Минздрава России, по итогам 2016 года округ входит в топ-10 лучших регионов страны в вопросе информатизации, здравоохранения и развития телемедицины. Как отметил губернатор Ненецкого округа Игорь Кошин, при отсутствии дорог оказание качественной медицинской помощи возможно только с применением современных IT-технологий. В этом году к телемедицинской сети будет подключено 8 наиболее удаленных ФАПов. Сейчас телемедицинские комплексы работают в участковых больницах и амбулаториях. В окружном бюджете этого года заложены деньги на приобретение оборудования, которое позволит расширить количество подключений для видеоконференц-связи. По вопросам развития телемедицины Ненецкий округ сотрудничает и на международном уровне. С января этого года в Ненецком округе запущен новый трехлетний российско-норвежский проект по данному направлению. В перспективе развития телемедицинских технологий своевременная высококвалифицированная диагностика с помощью интернета поможет снизить количество экстренных ситуаций на селе и значительно повысить качество оказания медпомощи на всей территории округа. На сегодня Ненецкий округ с его большими расстояниями между поселениями и труднодоступностью отдельных территорий ежегодно тратит более 130 миллионов рублей на вызов вертолетной скорой помощи. На поддержку аграриев округа Федерация выделит дополнительное финансирование. Агропромышленный комплекс Ненецкого округа получит дополнительно 2,5 миллиона рублей господдержки из федерального бюджета после подписания ДОП-соглашения между Министерством сельского хозяйства и администрацией региона. Проект соответствующего документа согласован в среду 26 июля. На сегодняшний день с Минсельхозом уже заключены два соглашения, согласно которым регион на поддержку сельского хозяйства в нынешнем году получил около 37 миллионов рублей. Как пояснили специалисты профильного департамента, с этого года федеральная субсидия является единой и направлена на достижение ряда целевых показателей. Так, около 36,5 миллионов рублей регион получил на поддержку племенного животноводства и на наращивание поголовья северных оленей. В окружном бюджете этого года на достижение целевых показателей развития северного оленеводства дополнительно предусмотрено свыше 14,5 миллионов рублей. Отдельно рассчитывается субсидия на повышение продуктивности в молочном животноводстве. На эти цели в текущем году федеральный бюджет выделил округу на условиях софинансирования чуть более миллиона рублей. В бюджете округа для поддержки производителей молока предусмотрено свыше 134 миллионов рублей. Решение о распределении 2,5 миллионов рублей на поддержку отрасли будет принято после подписания соглашения. На арктических территориях региона начинаются работы по очистке от металлолома. На остров Колгоев, Баренцевом море и в прибрежный поселок Амдерма доставлены специальные оборудования и техника для очистки этих территорий от металлолома. Финансирование выполняемых работ будет осуществляться без привлечения бюджетных источников. Мероприятие проводится под эгидой Года экологии в России. Частная компания занимается как сбором, так и переработкой мусора. К работе привлекаются и местные жители. Для них это возможность совместить приятное с полезным, восстановить родные земли и трудоустроиться, отметил губернатор округа Игорь Кошин. Как пояснили в профильном окружном департаменте, компания, которая занимается очисткой арктических территорий, является профессиональным исполнителем указанных работ, обладающим необходимым опытом, материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами. Ликвидация накопленного экологического вреда является одним из условий улучшения качества окружающей среды и экологических условий жизни человека. Восстановление нарушенных естественных экологических систем является одной из центральных задач государственной политики в области экологического развития в соответствии с основами государственной политики в области экологического развития страны на период до 2030 года, утвержденными президентом России. В 2016 году в рамках аналогичного проекта от металлолома были очищены территории Наринмара и поселка Искателей, а также выполнена техническая и биологическая рекультивация участков в районе мыса Синки-Нос. Уровень безработицы в Ненецком округе снижается. Такие данные приводит Минтруд. За минувшую неделю снижение численности безработных граждан произошло в 30 регионах страны. Наибольшее снижение зафиксировано в Ненецком и Ямало-Ненецком округах, Магаданской и Мурманской областях, Еврейской автономной области, республиках Саха, Якутия, Крым и Кабардино-Балкарской республики. При этом в 50 субъектах количество безработных возросло. Замеры проводились вперед с 12 по 19 июля. За это время количество безработных в Ненецком округе снизилось с 613 до 600 человек. На сегодняшний день такой статус имеют 590 человек. Как отметили в Департаменте здравоохранения, труда и соцзащиты округа, снижение обусловлено тем, что в летний период проводится целенаправленная работа по трудоустройству незанятых граждан на сезонные работы. В это время в регионе активно ведутся работы по благоустройству, а также строительные и дорожные работы. Кроме того, в регионе действует государственная программа, в рамках которой из окружного бюджета финансируется занятость на временных и общественных работах, а также поддерживается предпринимательская деятельность граждан, получивших статус безработных. За два квартала текущего года родителям самых маленьких жителей региона выдано детского питания на сумму более 14 миллионов рублей. Данной мерой соцподдержки обеспечены полторы тысячи детей в возрасте до трех лет. По социальным картам и рецептам выдано 121 тысяч упаковок молока, 120 тысяч упаковок кефира, более 5,5 тысяч упаковок безмолочных каш, свыше 4,5 тысяч смесей для детей в возрасте до 6 месяцев, а также около 1,5 тысяч упаковок сухого молока. Бесплатное питание для юных жителей Ненецкого округа выдается через Ненецкую формацию и торговые точки ВИТО. В частности, Ненецкая формация предоставляет молочные смеси, безмолочные каши, кисломолочные смеси, сухую молочную смесь для недоношенных и маловесных детей, а также специализированную смесь для питания малышей с непереносимостью лактозы. Кроме того, по рецепту врача для полноценного питания детей в возрасте от 1 до 3 лет, жители округа получают продукцию в торговых точках ВИТО. Ежедневный молочный набор на каждого ребенка составляет 200 мл детского молока и столько же мл кефира в день. Всего на текущий год для обеспечения детей бесплатным питанием из регионального бюджета выделено порядка 27 млн рублей, что на 1 млн больше, чем в прошлом году. В выдаче детского питания первая социальная услуга, реализованная на социальной карте жителя округа. С апреля родители стали получать питание через специальную персонализированную пластиковую карту, на которую заведен данный сервис. Это избавило жителей округа от необходимости подтверждать право на соцпомощь дополнительными справками и документами. По итогам анализа реализации первого этапа программы к социальной карте будут постепенно прикреплены и другие социальные услуги. 16 вопросов повестки дня рассмотрели на заседании администрации округа. Полмиллиона рублей на рыбоперерабатывающий цех в Индиге. Полученный грант сельский предприниматель потратит на холодильное оборудование и строительные материалы. Возрождение оленеводства на острове Колгуев после массового падежа. В рамках мероприятия ко дню оленя на Арктический остров завезут ездовых оленей. 16 вопросов повестки дня рассмотрели сегодня руководители окружных департаментов и управлений на заседании администрации округа. Оно прошло под председательством первого заместителя губернатора Михаила Васильева. Руководитель департамента строительства ЖКХ, энергетики и транспорта Алексей Еремеев выступил с вопросами о необходимости реконструкции водозабора «Захребетная курья» в поселке Искателей и автомобильной дороге по улице Дружбы. Данный водозабор не обеспечивает нормативы по воде. Необходима обязательная реконструкция данного водозабора и проектирование реконструкции и реализация данного мероприятия. Срок реализации – 2018 год. Принятие данного проекта распоряжение потребует внесения изменений в закон неизготовленного округа об окружном бюджете по 2017 год и плановый период 2018-2019 год. В настоящее время водозабор находится в ведении Нинецкой коммунальной компании. По словам руководителя профильного окружного департамента, на период проведения работ по реконструкции объект будет передан Центр стройзаказчику в оперативное управление. Еще один объект, расположенный на территории поселка, который необходимо реконструировать – автомобильная дорога по улице Дружбы. У нас есть предписание прокуратуры, есть предписание ГИБДД, где инфраструктура находится несоответственно, мы приводим к беспроектным решениям. Реализация данного мероприятия предусматривания проекта государственной программы Нинецкой автономного округа, развитие транспортной системы Нинецкой автономного округа, позволит обеспечить жителям микрорайона Вилочи поселку Скателе удобной и быстрой, и безопасной транспортной связи. Необходимость строительства автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения связана с обеспечением транспортной связи у населения, проживающего в жилых домах по улице Дружбы. С вводом дороги увеличивается протяженность на 577 метров, что позволит повысить качество предоставления транспортных услуг и пассажирских перевозок, отметил Алексей Еремеев. Еще один вопрос повестки дня, который был рассмотрен на заседании администрации округа – проект постановления, согласно которому устанавливается премия стажистам-бюджетникам в виде единовременной выплаты в размере пяти должностных окладов. Как пояснили в профильном окружном департаменте, новая целевая мера социальной поддержки граждан позволит поддержать за счет окружного бюджета в первую очередь тех, кто много лет проработал именно в Нинецком округе. В частности, речь идет о педагогах, медиках, работниках социальной и культурной сферы, аварийно-спасательной и противопожарной служб региона с большим профессиональным стажем. При этом указанная выплата будет предоставляться однократно при соблюдении ряда условий. Трудовой стаж на территории Нинецкого округа не менее 35 лет. И трудовой стаж в государственных муниципальных учреждениях, которые финансируются за счет средств федерального окружного, областного и местных бюджетов, или до 1 января 1995 года в иных, то есть образовательных организациях, расположенных на территории округа, не относящихся к организациям, финансируемым за счет средств федерального окружного, областного и местных бюджетов, не менее 20 лет. По словам исполняющего обязанности руководителя профильного департамента, принятие проекта постановления потребует выделения дополнительных средств в размере 11 миллионов 137 тысяч рублей. Рыбоперерабатывающий цех откроется в Индике при финансовой поддержке из окружного бюджета. На реализацию социально значимого проекта индивидуальный предприниматель получил из окружной казны 500 тысяч рублей. Планируется, что цех откроется к концу года. На средства гранта закуплено холодильное оборудование и материалы для строительства цеха. Оборудование уже направляется в Индику морем из Архангельска. По словам предпринимателя Виталия Апицына, годовая мощность предприятия предполагает обработку 7 тонн рыбы. В первую очередь будет организовано производство сельди пряного посола в бочках, а также пресервов. Консервов в пластиковых контейнерах со сроком хранения 3 месяца. Продукция будет реализовываться как на территории Тиманского сельсовета, так и в окружной столице. Завезен материал, оборудование, от начала строительства цеха. Далее, когда цех будет построен, будет уформление сертификата на работу, предпринимательство создания. Кроме того, индивидуальный предприниматель планирует реализовывать непереработанную корюшку и навагу. Разрешение лицензии на вылов рыбы уже получено в Департаменте природных ресурсов экологии АПК Нинецкого округа. На Колгоев завезут ездовых оленей. Их доставка будет организована в рамках мероприятий ко Дню оленя. Соответствующее решение по обращению семей на родовой общины Салды принято на очередном заседании Оргкомитета праздника. Ранее оленеводы Колгоева получили окружной грант на развитие оленеводства на Арктическом острове. На средства гранта общины закупают 15 ездовых быков в возрасте от 2,5 до 3,5 лет для организации выпаса островных оленей, в том числе просчета стада. На эти цели из окружной казны Салды получила наибольший в текущем году грант для поддержки традиционного вида хозяйствования коренных малочисленных народов Севера в размере 285 тысяч рублей. Маршрут воздушного судна для организации транспортировки оленей уже запланирован. По словам секретаря Оргкомитета праздника Алексея Ордеева, вертолет Наринмарского авиаотряда примет на борт оленей в одной из бригад СПК Индига и доставит в праздничные дни на Колгоев. В пути оленей будет сопровождать ветеринарный специалист. В настоящее время оленеводство на Колгоеве на стадии возрождения. С 2012 года в течение двух зим на Колгоеве наблюдался массовый падеж оленей, в результате которого многотысячное стадо вымерло почти полностью. Первым шагом по естественному восстановлению оленево поголовье на Колгоеве стал завоз 14 быков-производителей, организованный окружными профильными ведомствами в 2015 году. В результате на острове в минувшем сезоне появилось первое потомство обновленного стада. Просчет оленей тогда не проводился. После этого в прошлом году на острове впервые после падежа родились оленята. Всего более 100 голов. В этом году на острове также прошел отел. По предварительным просчетам в этом году вновь родилось порядка 100 телят. Фактические результаты будут известны после просчета. По полученной от Семейно-Родовой общины Салды информации, численность оленей на острове с учетом приплода 2017 года составляет порядка 400 голов. Наринмарские школьники отдохнут в Артеке. Как попасть в Артек? Международный детский центр ввел новую систему распределения путевок. В этом году лагерь посетят 20 детей из Немецкого округа. 10 наринмарских школьников отправляются отдыхать в Крым. С этого года Международный детский центр Артек ввел новую систему распределения путевок. Оценивает шансы каждого ребенка на осуществление его мечты автоматизированная информационная система. Сначала школьнику необходимо зарегистрироваться на сайте артек.дети, рассказать о себе, указать дипломы, грамоты, благодарности, сертификаты, а также конкурсы, олимпиады, в которых ребенок участвовал. Далее информационная система сама оценит достижения претендента и подсчитает баллы. Тематическую смену выберет также компьютерная программа. После специально созданная комиссия при Департаменте образования региона самостоятельно выберет по определенной процедуре кандидатов на поездку. Как сообщает пресс-служба мэрии, сейчас на девятую смену отправятся отдыхать в Артек 10 наринмарских школьников. Всего в этом году Международный детский центр посетят 20 детей из округа. В прошлом году их было столько же. Это все новости на сегодня. Мы следим за развитием событий. Увидеть новости можно и на нашем сайте www.trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова